Доброе осеннее утро! На календаре 10 октября самое время поговорить о здоровье. В состав противогриппозных вакцин включен новый штамм вируса гриппа А, который по прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения может прийти в этом эпидемическом сезоне. Сколько штаммов гриппа нам ждать в этот осенний-зимний период? В чем особенности нового и что сейчас сильнее, все-таки грипп или ковид? Обо всем этом будем расспрашивать директора НИИ гриппа имени Сморозенцева, профессора Дмитрия Лезнова. Дмитрий Анатольевич, доброе-доброе утро! Доброе утро, Дмитрий Анатольевич! Доброе утро, Михаил! На дворе почти что середина осени. Можно ли сказать, что сезон гриппа в Петербурге начался? И если да, то на какой он сейчас стадии? Нет, сказать, что сезон гриппа начался мы не можем. Потому что фактически гриппозная инфекция, да, есть, выявляем, но это никак не говорит, что у нас прямо идет подъем заболеваемости. Тем не менее, если мы посмотрим на наших близких и родственников, коллег, то, конечно, мы видим, что люди заболевают. И это прежде всего возбудители других острых респираторных инфекций. Это и риновирусная инфекция, и парагрипп, и другие, и другие, ну и, конечно же, ковид-19. Но пока еще грипп активно не начал циркулировать. А сколько в общей сложности штаммов все-таки надвигаются на нас в этом году? Можем ли мы об этом сказать? Потому что ВОЗ пугает даже какой-то новой версии гонконгского гриппа. Стоит ли его действительно опасаться? Дарина, нет, давайте дорастаем точки над «и». ВОЗ как раз не пугают, пугают средства массовой информации. ВОЗ как раз спокойно говорит. Спасибо. Ну, извините. ВОЗ говорит, что мы ждем три штамма. Из них два, как были в прошлом году. Один действительно новый. Но это происходит каждый год. Периодически мы видим смену. И этот новый один, так же, как и те два, ничем не отличаются. Мы не ждем от них каких-то злостных и страшных вещей. Мы просто готовимся к сезону. И как вариант, конечно же, привиться. Поэтому это характерная традиционная ситуация. Каждый год. В прошлом сезоне доминировал вирус АН1, который в свое время вызвал эпидемию свиного гриппа. Сейчас он не настолько активен и опасен? Ну, вот действительно, тот вирус, который вызвал пандемию 2009 года, и тогда он назывался свиной, сейчас он уже совершенно не свиной грипп, это обычный сезонный возбудитель, который приходит к нам каждый год, имеет больше или меньшее значение. И совершенно верно, вот в прошлом году он был лидирующим. В этом году, скорее всего, он тоже будет. Но в этом году мы ждем, что, наверное, более значимым, да, или более часто будет вызывать заболевание вот тот, так называемый, в кавычках, новый возбудитель, вирус гриппа А, H3N2. Ну, опять же, год от года ситуация меняется. Доминирует один, потом другой, да. Кроме того, и в том году, и, скорее всего, в этом году, вот еще третий, да, мы его не назвали по имени, это вирус гриппа В, вот он чаще всего приходит, когда уже пик заболеваемости гриппом А проходит, обычно после Нового года. И мы видим новые случаи заболевания гриппом, уже связанные с вирусом гриппа В. А чем они отличаются? Вирус гриппа В, он как-то тяжелее переносится или наоборот? Знаете, конечно, небольшие отличия есть, но вот если мы возьмем просто вот нас с вами, общее население, популяцию, то, наверное, значимых различий нет. Единственное, что вакцинация, она защищает вот от всех трех, а если мы переболели одним, ну, естественно, мы вначале там условно заболели каким-то вирусом гриппа, то, к сожалению, вот эта защита может быть неэффективна в отношении вируса гриппа В, поэтому возможность и риск заболеть гриппом уже чуть-чуть позже, она сохраняется. А вот для обычной жизни, только лишь там условно для детей, для пожилых есть какие-то различия, для вот общего населения, они минимальны. Грипп и ковид. Можно ли себе представить, что один вирус вытеснит другой? Или они существуют параллельно? И да, и да, и да. Да, несомненно, мы прошли ту ситуацию, когда фактически, ну вот используя этот термин, выдавить, ковид-19 выдавил вирусы гриппа и ряд других ОРВИ. Это было в сезоне 2020-2021 года, да, это вот наша первая зима на фоне циркуляции возбудителя ковид-19. Однако в последующем мы видим, что грипп и другие вирусы вернулись, и сегодня, наверное, вот именно этот сезон покажет, но мы возвращаемся к традиционной ситуации, которая была до ковида, когда у нас циркулируют все возбудители, есть сезон подъема заболеваемости гриппом, это наиболее активно мы наблюдаем, но на этом же фоне циркулируют и все остальные. Поэтому, скорее всего, возбудитель ковид-19 становится сезонным и растворяется в общей массе других вирусов. И, конечно же, доминировать в этом году, скорее всего, будет, как обычно, вирус гриппа. Большое спасибо. Я напомню, что мы беседовали с директором НИИ гриппа имени Смородинцева, профессором Дмитрием Лиозным. Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич. Продолжение следует...